Эксклюзивный выпуск культовой передачи «Модель для сборки». Специально для Samsung Fan Club. «Модель для сборки» «Модель для сборки» Ближе к обеду Гудкова, как младшего, в бригаде послали в магазин. «Учти, Гудок, попадешься, ты нас никогда не видел!» Гудков скинул робу, взял потертый дермантиновый портфель, вышел из цеха, пролез сквозь дырку в заборе. Дирекция завода недавно добилась через горком партии, чтобы закрыли винный напротив проходной. И теперь в магазин надо было топать километра два через мост. Это так и звали – сбегать через мост. Бегали, понятное дело, ученики и практиканты. У них ноги молодые. Повезло, трамвай подъехал. Гудков встал на задней площадке и принял независимо задумчивый вид, будто он студент какой. Пассажиры, в основном пенсионерки с авоськами, смотрели на комсомольца с портфелем без сочувствия. У самих таких же оболпусы на производстве. И понятно, куда они все перед обедом бегут. Дребезжая и сотрясаясь, железная коробка довезла Гудкова почти до цели. Первым делом он воровато огляделся. Ментов поблизости не было. Гудков прошел вдоль витрины. Патруль мог подстерегать внутри магазина. Но опасности не обнаружил. Очередь была слишком длинная. Сплошь дедушки и бабушки, вперед не попросишься. Обматерят только, а могут и палкой заехать пониже спины. До обеденного перерыва оставалось минут десять. Гудков со вздохом покинул магазин, обошел его с тыла и сунулся к служебному входу. Знакомый грузчик, тощий мужик лет тридцати, был тут как тут курил на солнышке. Физиономию грузчика украшал внушительный синяк. — Шестью шесть делаешь? — спросил Гудков. — Их в бригаде шестеро, считая Гудкова, это три бутылки в обед. А чтоб до конца смены хватило, еще три. Как раз удобно в портфель влезает. — Деньги вперед! — промолвил грузчик сумрачно. — Ты чего удивился Гудков? — Водка стоит пять двадцать пять, а пять двадцать пять по-простому. На вынос шесть. Грузчик с одного Гудкова наварит себе на портфельный закусь. При таком щедром заказе надо уважать клиента. — Вчера один тоже заказал шестью шесть. Я вынес. Он правый — хватит портфель, а с левой мне в торец прислал. — Увольнение, — отмечал, — догадался Гудков. — Откуда я знаю, может, ты тоже увольняешься? Гудков решил не спорить и протянул грузчику пачку мятых рублевок и трешек. Тот пересчитал деньги, взял портфель и исчез в недрах магазина. Гудков закурил. Грузчик вернулся быстро. Портфель стал приятно пузатым, на вид и гулко позвякивал. — Ментов не видать сегодня, — поделился радостью Гудков. — Перед тобой четверых саполи оформлять повели. Не отмажешься. Пришли за полчаса до обеда. Почему не на работе? — Вот же гадство, — сказал Гудков. — Вкалывать надо, а не водку пьянствовать, — посоветовал грузчик. — Вот вы сейчас зальете глаза и на конвейер, а народ потом удивляется, отчего у наших машин колеса отваливаются на ходу. — Советская, значит, отличная мне. — Я не гойки кручу, — надулся Гудков. — Ясно на теха. — А-а-а, — протянул грузчик. — Объемные взрывы, текучая броня, умные пули, асимметричный ответ блоку НАТО и израильской военщине. — Откуда ты взялся такой умный? — спросил Гудков подозрительно. — Из Бауманки, — ответил грузчик просто. — Преподавал слегка. Гудков малость опешил. — Бауманка, — это было по понятиям родного завода очень серьезно. — И чё ж ты тут? — А компания хорошая. Одних кандидатов вот вроде меня четверо, только мясник подкачал, он с филфага. — И чё вам нормально не живется, а? — поразился Гудков. — Нормально это как! — окрысился грузчик. — Шал бы ты, парень! Тебя деды твои по головке не погладят за опоздание, ударники меня коммунистического труда. Гудков подумал, не засветить ли грузчику во второй глаз, но решил не портить отношения. Грузчик был человек архиполезный. Бригаде к обеду вынь да положь по чекушке хотя бы. Переплачивать бригад готово, денег полные карманы, а вот оставишь старших товарищей без подогрева, загрызут. — Ладно, — сказал Гудков. — Ты это... — Ну, будь здоров! Грузчик молча кивнул. Гудков побежал на трамвай. У дырки в заборе скучал патруль. К счастью, Гудков заметил ментов издали. Штурмовать забор было невозможно. Поверху шла не просто колючая проволока, а спираль Бруна, да еще якобы под током. Гудков потерянно свернул к проходной. Но тут фортуна улыбнулась снова. В ворота заезжал самосвал с песком. Гудков спокойно прошел на территорию, укрывшись за грузовиком от окон КПП, и бодро зашагал в цех. Сразу будто расправились плечи. Гудков недавно это за собой заметил. Чем ближе к заводу, тем лучше настроение. А по территории он не ходит, летает. Тут все свое, понятно и близкое. И что за этой стенкой бухает, и что вон в том ангаре молотит, а уж родная установка. Прям не отлипал бы от нее, хоть домой не ходи. «Ты представь, Михалыч, — сказал он бригадиру, отдавая портфель, — грузчик-то винным, целый кандидат наук из самой Бауманки. Говорит, в магазине таких кандидатов полным-полно». «Тоже мне. Ты любого таксиста спроси, где учился, обалдеев. Короче, там весь университет». «Но почему? — задал Гудков простой и да нельзя емкий вопрос». «Интеллигент ты, бля! — дал бригадир не менее емкий ответ. Беги в столовку, Гудок, и, короче, не бери худого в голову. Кстати, и толстого не бери. Быстро подкрепившись наваристым супчиком и синией котлетой с серыми макаронами, Гудков вернулся в цех. Из подсобки ему махнули. «Заходи!» Там было уже накрыто на газете «Правда». Килька в томате, хлеб, крепенькие домашние соленые огурчики, покупные мне чета. Стаканы налили доверху. Бригадир порылся в кармане и достал серебристый цилиндрик. Отвинтил с двух концов крышечки, обнажились иголка и поршень с дозатором. Бригадир аккуратно нацедил в каждый стакан по микроскопической капельке и снова завинтил прибор. «Ну, короче, за нанотехнологии!» «Вздрогнем, товарищи!» «Вздрогнули!» «Водка была теплая, но Гудков уже приучился. Это сначала трудно, а когда появится навык, само затекает. Главное — навык!» «Это как на работе!» «Ты закусывай, Гудок!» — привычно заботливо сказал бригадир, протягивая огурец. Гудков послушно закусил. Водка сразу ударила в голову, и он вдруг ощутил, как бегут по венам юркие наночастицы, проникая во все его молодое существо, наполняя силой и задором. Он не мог этого чувствовать, но, казалось, чувствовал и радовался. А ведь было поначалу боязно. Год назад, придя в цех учеником оператора, Гудков лишь рассмеялся, услышав намет, будто работяги в обед хлещут собственный продукт. Но когда бригада присмотрелась к новичку, начала гонять его за водкой, а потом и зазывать в подсобку... Однажды мастер при нем, не таясь, достал шприц-пробник. «Зачем?» — спросил тогда Гудков с легким ужасом. «У нас профессия вредная», — объяснили ему. «А ты не знал?» «Конечно, никому не говорят, но мы-то знаем». «Короче, хочешь скопытиться?» «Ах, не хочешь!» «Когда пей, это помогает. Оно и для потенции, кстати, хорошо». И Гудков выпил. Выпил опасливо. «А вдруг наночастицы превратят его в какого-нибудь железного дровосека?» «Но вокруг ходили люди, употреблявшие продукт, которые год и выглядели нормальными, веселыми даже». «Не вздумай проболтаться», — сказал бригадир. «Сядешь мигом». «Короче, производство секретное, ты подписку давал, так что и это, секрет». Гудков не проболтался. «Да он и не хотел». По второй разлили сразу же. Гудкову, как молодому, полстакана. Куда ему целый? Парню еще восемнадцати нет. Быстро хлопнули, закусили, закурили. Бригадир высунулся в цех, не видать ли начальство. Сказал, короче, горизонт чист, установка пашет штатно. Отчего ей не пахать? Гудков из подсобки чувствовал, как по железным венам машины бегут юркие наночастицы, словно по его венам. Он за год так насобачился, так отточил навык, что спокойно мог контролировать машину, не подходя к своему пульту. Иногда ему казалось, если он очень захочет, то сможет вмешаться в технологический процесс без рук, одним усилием мысли. Это было, конечно, отводки, пьяные фантазии, но они тут, как признавались мужики, посещали всех и каждого и воодушевляли. Короче, сказал бригадир, давай по третий похиляли на трудовую вахту, а то не равен час припрется кто. Хлопнули по третий и похиляли. Гудков остался в подсобке убирать. Потом, выходя, на секунду задержался в дверях. Если смотреть отсюда, из тесной комнатушки, установка выглядела еще прекрасней, чем была. Иногда она казалась ему женщиной. Взрослой, опытной, ласковой, все понимающей, с большой, тяжелой, теплой грудью. Не то, что тощие девчонки из технаря с их наносиськами. Потолок огромного, хоть катайся на машине, цеха возносился к небу. Установка тихо урчала, но урчала неправильно, с легким присвистом. Гудков принюхался и почуял едва уловимый запах. Мимо прошел оператор контроля, чем-то озабоченный. «Утечка в шестом блоке?» спросил Гудков, пристраиваясь рядом. «Ишь ты!» Оператор замедлил шаг и внимательно поглядел на своего ученика. «Как насобачился уже!» «Да, шестой подтекает. Ну-ка, комсомолец, ноги молодые, добеги до пульта, скажи мне сколько». «Да я и так чую семь, ну, восемь в секунду». «Не угадал, двенадцать почти». «Ничего, подучишься, тоже сможешь без приборов угадывать». «Тут все просто, на самом деле. Главный процесс, как следует изучить. Главное, что...» «Навык!» отрапортовал Гудков. «Молодца!» похвалил оператор. «Ну, а раз так, дуй-ка, парень, к трубе и звони ремонтникам. Двенадцать — это уже сифонит, вовсю заваривать надо. А у нас не те навыки. Операторы мы! Хе-хе! Дуй!» И Гудков весело дунул к телефону. Он быстро шагал мимо облезлого пожарного щита, цеховой доски почета с вымпелом победителей соцсоревнования, мимо пожелтевшей стен газеты и длиннющего лозунга на выцветшем кумаче «Сто пятидесятилетие великого Ленина сто пятьдесят нанотехнологий!» У телефона стоял инженер, солидный, при галстуке. Трубка, разумеется, висела в воздухе. Руки инженер держал в карманах. Диск на стареньком аппарате крутился сам собой, набирая номер. «Тебе чего?» обернулся инженер. «У нас утечка легонькая», объяснил Гудков, смущаясь и дыша в сторону. «Я на счет ремонтников!» «Я уже вызвал!» «Раззвонялись на весь завод операторы хреновы! Совсем от выпивки нюх потеряли!» «Вот это мастер!» обалдело подумал Гудков. Инженер глянул на него искосы и буркнул. «Просто водкой разбавлять не надо!» Тут Гудков неожиданно вспомнил грузчика-кандидата наук и от всей души пожалел его. «Тебе чего?» 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»